Бан! Блокировка аккаунта навечно! Бан! Всем привет! Любите статистику? Ну, например, что-то по типу того, там, сколько я бы поднял зеленых, если бы купил биткоин в 2010-м. Что-то вроде этого я сегодня сделал. И да, естественно, не купил биткоин, мы же все-таки играем в кроссаут, поэтому считать я буду монетки и прочую фигню, которую ты бы мог получить, если покупал все батл пассы. Для сегодняшнего ролика я собрал инфу о всех шести боевых пропусках, которые были в кроссауте за все время, сравнил их между собой, ну а также посчитал сколько всего монет, улучшенных легендарок и так далее тот или иной игрок мог получить, покупая все батл пассы. В общем, должно быть интересно, а для тех, кто играет недавно, уж тем более. Будете, так сказать, в курсе, кто такие эти ваши боевые пропуска и сколько они в игре существуют. Сегодня будет много цифр и различной статистики, так что давайте открывайте форточку, уже становится душновато, ну и приятного просмотра. Так, ну как я сказал выше, я собирал статистику абсолютно со всех батл пассов, что есть или были в игре на момент создания ролика. Если что, сейчас идет шестой сезон под названием «Враг моего врага», но к нему мы вернемся позже. Самый первый боевой пропуск был введен в игру 6 февраля 2020 года, соответственно около полутора лет назад. Назывался он «Возвращение основателей», стоит отметить, что механика боевых пропусков ранее не добавлялась в крозыч и все, что там было, было в новинку. Так вот, в этом батл пассе, к слову, как и в следующих четырех, было 75 уровней, на каждом из которых тебе дается какая-либо плюшка. В общем, надеюсь, с механикой БП все знакомы и сильно на этом останавливаться не буду, единственное, что скажу для справки, абсолютно все БП стоили 600 рублей. Так вот, переходим к основателям. Монет в этом боевом пропуске было 1000, сразу спойлерну, что это не самое большое количество, которое вы сегодня увидите. Далее легендарки. Их в этом БП было 2 штуки. Также подмечу, что продать леги нельзя, ведь они даются сразу улучшенные. Фиолетовых хапнутых предметов в этом сезоне было 8, а бирюзовых 6. Также при расчете и анализе этого всего, со всех БП я брал в учет только легендарный и эпический декор. Наклейки и краски не стал учитывать, потому что, как по мне, это крайне нестабильные и по большей части дешевые товары. А там еще бывает, что из-за ценных коридоров их продать нельзя. Так что краски фум, наклейки фум, тайфун топ. А вот легендарный и эпический декор что-то стоит на рынке, да и к тому же, в крайнем случае, его можно разобрать. В общем, в самом первом БП было 2 легендарных декора и целых 5 штук эпического. И да, в самом конце я посчитаю, сколько это будет в монетах. Далее идет мой самый любимый батл пасс, Doomsday Cars. Вышел он 4 июня 2020. Почему этот батл пасс мой самый любимый? А все просто, топовое содержание. Начнем с того, что тогда впервые в игру ввели легендарные кабины. Причем при условии, что ты задонил на БП, тебе давали их улучшенные и сразу в количестве 3 штук. Кабина вещь универсальная, тем более легендарная и тем более улучшенная. Грифон, нова и отчасти соратник, можно сказать, привнесли новые метовые сборки. Например, тот же каратель тогда стал играться, но про гибридов я вообще молчу. В общем, БП был крайне выгодным, практически все леги оттуда нужные вещи. В отличии, например, того, когда тебе дают улучшенное легендарное оружие, в большинстве своем оно тупо пылиться на складе. Ну а теперь, давайте перейдем к цифрам. Таблица со всеми плюшками вы видите на экране. Как я сказал выше, краски и наклейки я не учитывал. Из предметов кастомизации я брал в расчет только легендарный и эпический декор. По сравнению с теми же основателями, здесь на 100 монет больше. Также 3 легендарки, причем кабины, вместо 2 вооружений в основателях. Плюс неплохо так декора, аж 11 штук эпического. Спойлернул, один такой декор продается плюс-минус за 50 монет. Если что, в конце будет итоговая таблица, где я сравню все боевые пропуска. Следующий и, наверное, самый нелюбимый игроками Battle Pass был парк развлечений. Ну, либо его второе название это цирк. Многие его не покупали, что в принципе логично. Все мы знаем, что волков у нас в игре много, а как известно, они в цирке не выступают. Ну ладно, давайте перейдем к содержанию. Основной идеей этого боевого пропуска была возможность строительства своего гаража. И, соответственно, для многих, кстати, в том числе и для меня, это практически не нужно. А как раз таки в парке развлечений было очень много наград, которые для обычного игрока, не строящего свой гараж, просто бесполезны. Но справедливости ради отмечу, что спустя какое-то время эта тема стала дорабатываться, и вместе с обновлениями вводились какие-то новые элементы, которые были по-настоящему интересными. Может быть когда-то это доработается до такой степени, что благодаря механике полигонов можно будет не только создавать скилл-тесты, но и проходить их вместе с друзьями. Ну а мы возвращаемся к содержанию БП. Как я и говорил, для обычного игрока, которому не нужны оружия, в парке развлечений развлекаться было не с чем. Ну, сами посмотрите. 5 фиолог, 4 из которых это колеса, и оставшееся одно это гнездо, которое, к слову, неплохо так наводило суету в рандоме. Также стоит отметить, что за весь батл пасс не было ни одного легендарного или фиолетового декора. Да и вообще, в целом декора для бронемобиля или красок вы бы здесь не нашли. Еще в этом БП было всего лишь 800 монет, когда в других минимум 1000. В общем, в парке развлечений упор был сделан тупо в кастомизацию гаража, и в плане голды он был менее выгодный, чем все остальные. Следующий боевой пропуск, уже четвертый по счету, это Синдикат. Объективно, самый красивый батл пасс, в особенности для фанатов восточной тематики. Стиль киберпанка, всякие там неоновые штуки, конструкционки от дрифт-тачек, декор и так далее, это было реально стильно. Даже самооформление в игре этого боевого пропуска было очень красивым. Также ко всему этому делу подвезли новую карту и раздачу скинов. Но что по содержанию? И здесь все на хорошем уровне, в особенности если сравнивать с прошлым боевым пропуском. Тут и 1100 монет, ну и 3 легендарки. Да, пусть там та же икадзуна или дзюбока меньше востребованы, но все равно это улучшенные леги. И кстати, 9 единиц эпического декора. До этого было больше только в батл пассе Думсдай Кардс, там их было 11. Еще, начиная с этого боевого пропуска, по завершению 75 уровней за каждый новый левел тебе дают 20 монет. Если что, это я тоже учту в конце. Едем дальше. Путеводная звезда. Добавленная эта обнова была 17 июня 2021 года. Я бы сказал, в среднем БП такие себе легендарки, допустим тот же Машинист или Штиль, больше подходят, так сказать, для изысканных ценителей. Единственное, что это поборник, в КВ бывает встречаю это оружие. Но зато в этом боевом пропуске было целых 8 фиолог. Кстати, среди них есть как раз таки тот самый Маховик, который в свое время неплохо так навел суеты. Стандартно уже 1100 монет, но и не так все густо по декору. Зато, так же как и в Синдикате, после 75 уровней за каждый новый ты получаешь 20 монет. Следующий и последний боевой пропуск, Враг моего врага. Данный сезон идет сейчас, и на момент записи ролика до его конца осталось плюс-минус 30 дней. Этот батл пасс отличается от всех своей продолжительностью. Если все БП, что были до этого, шли около 3 месяцев, то Враг моего врага пробует в игре 60 дней. Получается на целый месяц меньше. Как сказали разработчики, анонсируя этот боевой пропуск, они хотят сделать сезоны покороче, чтобы выпускать их почаще. При этом содержание самого батл пасса не должно сильно отличаться от того, что было до этого. К слову, цена осталась та же, 600 рублей. Ну а по количеству плюшек этот батл пасс легко даст фору тому же цирку или путеводной звезде. Целых 4 улучшенных легендарки, это кстати рекорд за всю историю БП. К тому же 4 улучшенных леги и все из них это оружие, 2 парсера и 2 деструктора. Кстати, обзор есть на канале. Также монетки, здесь их 1100, но при этом в числе наград есть расширители чертежей склада, которые можно продать на рынке и получить с этого плюс-минус 1100 монет. Поэтому монет я записал 2 200. 4 фиолки, 2 из них это новые гвоздометы, а оставшиеся 2 это улучшенные генераторы. Зачем 2 хз, лучше бы апт на тептур дали. По декору здесь все плюс-минус пусто, зато в БП есть целых 2 скина на оружие и 1 контейнер с НК на выбор. В общем, сезон получился достаточно выгодным. Ну и наконец, ответ на главный вопрос. Сколько монет ты бы получил, если бы покупал все боевые пропуска? Напоминаю, всего их на данный момент было 6. Стоит каждый по 600 рублей, итого 3600. Так вот, чистыми вы бы получили 7300 золота, но это не финальная цифра. Как я говорил выше, начиная с сезона синдиката, после прохождения всего ВП, за каждый новый уровень давали по 20 монет. Соответственно, обычный игрок апает примерно 20 уровней сверху и за все это получает 400 голды. Поэтому к общему числу монет можно смело прибавлять еще 1200 и в итоге уже получается 8500. Но также я считал не только монеты, но еще и другие штуки. И таким образом, за всю историю сезона в красауте, при учете покупки боевого пропуска, помимо 8500 монет, вы бы получили 16 улучшенных легендарок, 34 улучшенных фиолки, 15 апнутых бирюзовых вещей, 6 легендарных и 30 эпических декоров. Неплохо, да? Финальную таблицу со всеми прикладесами вы видите у себя на экране. Можете также чекнуть, где был спад по наградам, а где наоборот все улучшилось. Кстати, помимо красок с наклейками, я не учитывал бирюзовый декор, плюс баннеры, аватарки и прочая штука, которой пользуются далеко не все. Так что на выходе цифры были бы еще чуть побольше. Но зато я считал декор и в сумме со всех батл пассов вы бы получили 6 легендарных и 30 эпических украшений, а на рынке это стоят монетки. К примеру, минимальная цена легендарного декора 230 монет, а эпического 50. Так что украшения я тоже перевел в голду, и в итоге по монетам получается не 8500, а 12680. И да, я кажется вначале предупреждал, что будет много душных цифр. В общем, я думаю вы поняли, что боевый пропуск это крайне выгодная штука. За 3600 рублей в долгосрочной перспективе ты получаешь 12600 монет, 16 улучшенных легендарок, 34 улучшенных фиолки и так далее. Но если бы ты в 2010 на те же самые 3600 рублей купил биткоинов, то сегодня ты бы имел порядка 66 миллиардов рублей. Так что выбор за тобой, но а лучше инвестиция на данный момент это лайк под это видео и комментарий. Неплохо завернул, да? В общем, спасибо за просмотр и до встречи в следующем ролике. Нет, ховеры. Давай, давай, давай. Хорош. Хорош. Волк. Волк, брат. Субтитры сделал DimaTorzok